Ну привет, дружище. С тобой, как всегда, Грув, поля сражений. Играем-побеждаем. Если ты пришел сюда, значит, хочешь чему-то научиться. Сегодня я расскажу историю про капитану Юдору, которая смогла. Очень неплохой герой в нынешних реалиях, и мне она очень нравится. Ну, выше некоторых точно, ну, того, что представлено это однозначно. Она когда-то была очень сильная, но ее потом понерфили, и... Ну, сейчас она неплохая. Сейчас попытаюсь рассказать, почему. Поэтому присаживайся поудобнее, заваривай чай, кофе. Чай, кофе и там пиво заваривай тоже. Если ты пивовар, то заваривай пиво. Значит, рассказ. Рассказ про героя, я обещал. Раньше, кстати, было модно на первый ход прям сжать обилку. Тогда очень классно получалось триплеты из третьей, наверное, в четвертую. Там много триплетов получалось. Сейчас я этого не делаю. Сейчас я покупаю одно существо. И с этим существом достаточно долго играем. Типа, фризит ли мне аномалию? Мне не очень нравится. Можно по фасту триплет собрать. Из более хорошей штучки. Ну ладно, я возьму, типа. У нас что, будет покупка, рефреш, обилка, да, и выставляем. У нас еще будет рерол чего-нибудь. Ну, не стоит отказываться от раннего дуплета. Этот ранний дуплет мы потом еще заведем, получается, в четвертую таверну. Но еще один триплет. То есть будет триплет и наша обилка. Например, вот так. То есть второй ход у этого героя, в принципе, тоже стандартный. Кстати, можно вот это взять очень хорошо. Очень неплохо. Один мурлок. Брать ли мне дуплет? Я думал, что вот это круч. Мы не будем этот дуплет брать. Рефреш. Можно было, кстати, этот рефреш не делать. Он так, по желанию. Мне, кстати, больше правильная защитница с микромумией нравится. Я бы вторую микромумию взял, и это, в принципе, достаточно было бы, чтобы неплохо выходить в более высокую таверну. У нас было существо 1-3, стало 2-3, что соразмерно с мурлоком. Дали всего лишь одну атаке, а существо просто в разы стало сильнее. Ну, естественно, до деда мы не дотягиваем, потому что дед... Ну, дед это имба. Имба не контрится. Он в первой таверне остается, и хрен, что с ним сделаешь. Можно, конечно, выходить в левел уже. Проблема в том, что нам нужен токен. Чтобы выйти в левел, а токен я не поймал. Здесь есть 2 пирата. Я могу сделать рерол, либо выйти в левел. Обилка здесь 100%, я, наверное, выхожу в левел. Сделаем во вторую таверну лучше рерол. Так, здесь получается неплохая бомба. Распорядители времени. Нам надо обязательно играть обилку. Ну, неплохие существа, на самом деле. Их грех, на самом деле, не оставлять. Тут один из самых лучших драконов, даже 2. Бомба очень приятная. Надо думать вообще, от чего мы отказываемся. У нас есть 3-3, можем от микромумии отказаться. Старт, ну, мягко сказать, не очень. Но все будет меняться, когда мы обилку сыграем на сокровище в 4-й таверне на 5-ю. Если я получу очень хорошее существо, то, скорее всего, мы даже начнем выигрывать. Если плохое, но стриплеты я получу тоже нормально, тут тоже сойдет. То есть обилка 100% играется в каждом случае. У нас за 2 хода будет левел ап. Я считаю, что бомба в разы сильнее. Мы бомбу берем. Я думаю, что мы меняем микромумию либо на распорядителя, либо на рунного стража. Распорядитель кастомный сильнее, потому что, ну, у нас есть бомба. Я предпочитаю распорядителя. На второй слот его поставим. Просто, например, рунный страж на втором слоте, это плохо смотрится. Потому что, ну, он может не ударить, он на первый слот надо ставить. А распорядитель времени пофиг, если противник будет бить первым, а он, скорее всего, будет бить первым. Потому что это Кельтос, у него там уже до хрена существ. Мне главное, что, выживать. Мне дальше левел ап, обилка надо и тому подобное. 6-1 на ничью есть, кстати. Вам ни на что стол не напоминает, наверное. Вообще, ну, чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть стол ни на что не напоминает. Можно, конечно, немножко задержаться. Но тогда мы второй раз прожать обилку не сможем. Ролл классный вообще. Я бы взял эту бомбу. В теории, наверное, можно, наверное, задержаться, я думаю. Я думаю, можно задержаться, а то слишком много мы урона по лицу получили. Ну, тогда я только через ход, получается, делаю. Еще больше урона получу. Не, давайте, наверное, задерживаемся. Берем еще один дуплет. И сыграем обилку. Просто мы не будем играть обилку на следующий ход. Это мне не очень нравится, но, типа, окей. Берем пираты или берем рунного стража? Я думаю, рунного стража. Дальше еще левел. Можно реролм найти. Можно дуплет или токена. Стол заставить. Потому что к пятому ходу у нас, ну, банально, нет существа на столе. Но это пусто. Ну, типа, с этим можно в ноль выходить, конечно. При желании можно наносить три урона. При хороших разменах. Ну, вот если бы я пошел в левел, у меня никаких, конечно, здесь 43% бы не было. Бомба не очень, но вот дракон, видите, какой выгодный здесь зашел. Плохой удар от бомбы и, ну, ничья, ладно, ничья устраивает. Лишний хп, 25 хп, это надо экономить. Это, типа, два удара по лицу, да? Один удар от хайрольщика. Можно, кстати, токенчика взять. Так, все там по моей вбили, ни одного триплета у нее нету. Мы либо можем взять тебя, либо сделать три ролла. Я, наверное, возьму 3-4, чего рисковать? А вдруг триплет? Триплет бомбы, клево. То есть дальше выход в левел обилка. Мы тут еще половину продадим. Бомбу соберем в триплет. Должно хватить. Если фигня у вас с обилки будет, конечно, неприятно. Смотрите, седьмой ход. Седьмой ход, первый раз обилка. Не очень хорошо, но с таким стартом можно. Можно. В любом случае, второй раз обилку, наверное, при хорошем раскладе сыграть уместно будет. Я на седьмой ход сыграю, поэтому на восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, на двенадцатый. До этого игра доходит еще. До этого доходит игра. Редко до тебя игра доходит, до двенадцатого хода, но в большинстве случаев играют еще. То есть там до пятнадцатого хода, наверное, максимум сейчас. При, наверное, таких одинаковых оппонентах может быть и побольше. Сто процентов поражения. Ну, это немного урона. Да, поражение, но, типа, если я убью вот это и вот это, вдруг мне повезет. Потому что пока что такое ощущение, что мне не везет, да, тут. Вообще не везет с разменами, что это такое? Что это мы оставили тут? Это очень много урона. Это, то есть, у меня осталось хп на один заход по лицу. То есть я, я пипец, как зависим сейчас стабилки. Гуля. Гуля в триплет. С триплета есть дарнозму. Что там взять-то у нее было? Мурлоки какие-то. Как-то нет. Получается, я не могу брать споры, потому что у нас золотая гуля. Мы ее, конечно, можем продать. Можем, в принципе, от дракона отказываться. Можем бомбу в следующую таверну везти. Мне не особо нравится. Давайте, наверное, мы от дуплета отказываться не будем, потому что у нас, ну, не суперсильно. Может быть, Ривендера какого-нибудь найдем. Вот Ривендер это клево. Два морских голиафа не очень клево. Но вот Ривендер клево. Пугалка зверей нет. В принципе, можно в бомба экзодию выйти. Да? Мне нужен триплет в шестерку. Блин, экзодия. Бомба экзодия. То есть, от сколько это? Четыре, да? Вносит. Это один урон всем дважды. Отсюда бить. Кхм. И нафиг баф игра. Типа выиграл чисто из-за дракона. Ну, кстати, на второй заход нормально, ладно. Че можно здесь делать такое, чтобы побеждать? Я хрен знает. Статы надо ставить. Вот это ставить? Эхронизмы. Блин, можно через пиратов сделать экзодию? Конечно, забавно. Но не более того. Вскрывается эти, потом баф. Мне нужны мзоты еще. Аркус. Аркус точно нет. Играю так, так. Еще один хрип. Ну, пускай вот это возьмем. Это забавно. Ну, то есть, смотрите. Сначала бьет гулянт. Там умирает бомба, стреляет. Скрывается шалопайка, скрывается крошер. Все это получает бафы. Как это... Как зодиа сраная. Ну, такой заход тоже бывает. Даже имеет место быть. Но, как бы, опасно. Дальше. Вскрывай. Ай, а баф дать? Не, баф не дается так. Я понял. Я понял. П-порядок. Ой, ничья. Вау. Так, понятно. Пиратка нас не устраивает. Пиратка работает из рук вон плохо. Но крошер работает. Вражение в самом разгаре. Бомба берем. Лучше найми кого-нибудь. Пиратка. Пиратка плохо работает. Она сначала призывает. Бьет. Только потом зод срабатывает. Так не должно. Это нас не устраивает. Нас устраивает, что, крошеры, в принципе. И эти. У нас бомб. Через двойные бомбы. Так, в теории, это сколько урон-то будет? Какая-то дичь. Драконы. Если я Голиаф продам, поставлю еще одну бомбу, наверное, урона будет поболее. Аргус. Ну все, типа, от пилотерного крошера зависит. От него получается... А почему он, кстати, не четырех существ треснул? Места не было. 43%. Вот Браун бы бил первым, было бы лучше. Детская ночь. Арабская ночь. Арабская ночь. Почему с крошера всего два? Ничья. Ничья меня устраивает. Мой дивный восток. Блин, я, конечно, экзодию из крошеров еще ни разу не делал. Бомба в триплет, лол. Блин, мне так хочется в более высокую таверну собрать этот триплет. Потому что там есть треслка. Ммм... Можно рискнуть. У нас два нажатия. То есть я собираю триплет. План такой. Собираем триплет, находим... Ученицу. Блин, нам Барон Ривендеров триплет нужен. Упал на экзодию. Ты кто? Элементали. Собака. Ну тут возможно вот это просто тупо сильная собака. Это сколько, кстати, урона, да? Восемь раз по четыре... Ой, сколько? Раз, два... Три, четыре. Четыре раза по четыре, шестнадцать. И еще шестнадцать-тридцать-два. Отсюда рисуются два существа. Надеюсь, что вот этого мне хватит. Но могу откиснуть. Но мне вот этот триплет именно в шестерку нужен. Потому что мне три-шесть надо доставать. Без нее мне вообще никак. Жалко, нет существа, которые уменьшают характеристики, кстати. Было бы клево. Нормально. Все, тринадцать процентов надо откиснуть. И упил, мазафака. Ух, хорошо пошло. Какая жгадость. У меня аж вон, смотри, артефакты. Солнце падает. Не зашторился. И как же я давно экзодию-то не собирал. Учениц конгора есть. Но... Гулю еще? Два-четыре. Да, тягуля. А работает эта фигня или нет? Наверное, да. Нам особо, наверное, железный прыгун не нужен здесь. Ну, мы будем, наверное, ничью пытаться, да, оформлять. Вот это сколько? Получается, это нанесет четыре, это нанесет еще два. Если удар сюда, вот, будет хорошо. То есть, сначала, интересно, он не реснет бомбой, четыре бомбы, или то, что отсюда он не реснет. Это получается все-таки шесть урона, и барон Ривендерн остается, да? Нам бы здесь еще, знаете, что-нибудь там, разбав какой-нибудь или крошера. Вот это, кстати, может быть ничего. Не, ну крошер лучше. У крошера сколько, кстати, хп? Семь. Наверное, зод был... Зод был лучше. И, кстати, на 12к, ну ты че? 99,4 на победу? Двойной? Нам пофиг. И вот дальше уже все работает. Непонятно, правда, че резаться будет. Мне кажется, эта катка достойна... Достойна видео. Блин, какая же бомба, смотри. Сколько бомб. Ну, наверное, надо эти бомбы либо под бабл дальше кидать, либо эти бомбы надо... Бафф им зота давать. Я думаю, что бафф им зота максимально эффективен. Хотя тоже хрен его знает. Ух, куда билку играть? На этот слот? Или на следующий? Наверное, на этот. Так, может быть, барон Ривендер в триплет? Ну нет. В этом я не вижу смысла. А если Кадгара вместо себя, то он будет призывать не четыре, а пять. Да, пять будет призывать. Хотя эта штука тоже будет умирать не очень хорошо. Зотика мы возьмем на всякий случай. Есть что украсть у него? Там тоже Нзот был. Давайте, наверное... Так, тут что у нас? Тут ничего интересного. Зот. Гуля? Еще одна гуля в триплет? Ну я не знаю, что здесь из этого сделать. Из этого надо барону Ривендера в триплет убирать вурдалака. Я хрен знаю, для 12-го хода это очень слабо, мне кажется. 15% на слив. И упью, мазафака. Ой-ой-ой, как плохо сработало-то. Как плохо сработало. Я не так планировал. То есть... Получается, мне надо... Другое ставить вперед, да? Или убирать... А, мне Нзот обязательно в триплет нужен. Нзот обязательно в триплет? Либо Ривендер в триплет продажа 1-3. Лол, как я еще живу? Я вообще не понимаю здесь. Вылетевшего дают. Ну с ним мы, кстати, справились. А какой нам смысл в левел идти? Нам в левел нет смысла, мы банально не усилимся. Можно яйцо попробовать? Яйцо... Можно. Левел, кстати, наверное, норм. Павлтаун не нужен. Абилку мы не поведем еще раз. Бомба! В три бомбы. Если вот это продать, продать, продать. Пять. Он сначала резает, потом яйца вскрываются. Получается четыре яйца. Ой, четыре бомбы. Это точно лесом оно мне порит все. Он мне все порит, потому что он сюда баф дал, и он мне могло ничего не раскрыться. Сначала, то есть, получается, бомба умирает, поэтому этот бомборезает. Четыре бомбы, потом вскрываются два яйца. Это еще 288 и Ривендер, да, на слоте. О-о-о! Ну, это однозначно лайкосик, да? Блин, это просто... Это просто, ребят, это просто... Я не собирал экзодию в обычной игре уже, не знаю, 10 тысяч лет. Ну, какие же мне артефакты тут? Извините. Так, жалко, жалко, что он так... Прямое попадание, но мне, наверное, хватает все равно. Ну, топ-1, ясен хрен, мы здесь не возьмем топ-1. Не возьмем, ну, сложно. Только если тут, как бы... А, Мурлоки? Не, ну, что Мурлоков, мы Мурлоков не выиграем. То есть, Мехов мы побеждаем, ни Мурлоков, ни Элемов мы не выигрываем. Вот если мне... Стоп, я Мех? Мне Мех выпал, да? Крошер... Крошер, наверное, не можем. Мне бы вот Ривендера в триплет. Но сколько я тут кручусь, ни одного Ривендера не было найдено. Вот Ривендер. Сейчас я, с вашего позволения, закрою. А то солнце мне тут артефакты устроило. Так, это мы берем. Играем против Меха. Если топ-2, это будет просто партия века. Блин, очень хочется вот этого обыграть. Он деда выиграл. Но деда и я выигрывал. Он на Мехах. Мы должны быть сильнее Мехов. Вот в чем фишка. То есть, если выживает барон Ривендер, то мы должны быть сильнее. Нам яйцо в триплет нас не устраивает, кстати. Вот о чем я хотел бы сказать. Нас бы устроила еще одна ученица Конгора. Триплет барона Ривендер нас бы устроил. Либо триплет бомбы. Триплет бомбы, кстати, еще одной. Наверное, был бы лучше. Хотя ХЗ. Ну, показывает 95% на победку. Видимо, есть 3%, что он все-таки попадет 1 к 7 в Ривендера. Не знаю. А, даже если попадет... А, ну там хватает. Ух, не попал. Хорошо. Хорошо. Ну, топ-2 я, ребята, я даже топ-2 эту партию выложу. Я не играл в Экзодию, ну, даже на бомбах. Но это не суперэффективно. Уже 10 тысяч лет я не играл. Прям вот, что в партии вот получилось. То есть, не просто собрать, да, где-то. А вот прям в партии сыграть Экзодию. И на топ-2. Топ-2, боже ж ты мой. Топ-2. Если честно, я в шоке. Я сам в шоке. Но есть один момент. Бомба. Костя, у нас есть шанс собрать Ривендера в триплет намного эффективнее, чем бомба в триплет. Пиццо. Да, жалко Ривендера. Просто, смотрите, если Ривендер в триплет бы собрался, я бы от этой гули 100% могу отказываться. Ну, потому что одной гули хватит, там будет 6 урона. Одной гули. То есть, можно сразу ставить либо еще одно яйцо, либо бомбу. Может быть, еще ход будет, не знаю. Я бомбу, если что, поставлю. Блин, там триплет. Там 8, ну, нереально. 8 триплетов. 8, Карл. 8. Мне не хватит, не хватит урона. Не хватает, да? 4, сколько? По 16, да, бомба. Получается, у меня 6 бомб по 16. Но этого мало. Те же самые лемы, это намного сильнее. Но там урлоки. Урлоки. Ну, ребят, ну, нереально. Это, конечно, все здорово. Кстати, почему сначала... А, сейчас его баблы должны. Потом мои эти... 100% нас. Ну, ребят, это очень хороший результат. Очень. Для подобной сборки это просто прекрасно. Естественно, ни под какими золотыми бранами... Ну, нам смотреть, сколько урона не хватит. То есть, ну, хотелось бы. Хотелось бы, то падим. Но, к сожалению... К сожалению, такие статы бомбы не пробивают. Они не пробивают мурлоков. Они не пробивают жирных демонов. Они не пробивают элемов. Пиратов они тоже не пробивают. Но они вводят в топ-4, как мы узнали. Экзодия. Бомбическая экзодия. Это было красиво. Я сам доволен этой партией очень сильно. Чуть-чуть не докрутилась. Даже Ривендерф Триплет мне бы не помог. То есть, Ривендерф Триплет плюс... Еще одна бомба. Все равно мало было. То есть, надо было бы еще яйцо, наверное, ставить. Мне яйцо плохо. Надо было еще одну бомбу ставить. По-любым. Но, в любом случае, было круто. Не знаю, как вам, а мне точно. На сегодня все, ребят. Если понравилось видео, не забывайте про пальцы вверх. Подписчики на канал. Вступление в группу ВКонтакте. На Телеграм подписывайтесь. Вот, обязательно подписывайтесь. Ребят, до 100к недалеко. Наша цель 100 тысяч подписчиков. Я надеюсь, что я справлюсь с этой задачей хотя бы за полтора года. Ваша помощь, конечно. Ладно, все, увидимся на трансляции. Приходите, буду очень рад вас здесь. На сегодня все, с вами группа. Пока!